Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Рече Господь своим учеником, яка аще не избудит правда ваша, пачек книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное. Слышите, яка рече на бысть древним, не убиеши, и жебо аще убиет, повинен есть суду. Аж же глаголю вам, яка вся гневаяся на брата своего в суе, повинен есть суду. И же бо аще речет брату своему, рака, повинен есть сонмищу. А и же речет уроди, повинен есть гиене огненей. Аще уба принесеш дар твой ко алтарю, и ту поменеши, яка брат твой им от нечто натя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Буди увещеваяся с соперником твоим скоро, донди же исти на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе, и в темницу ввержен будешь. Аминь глаголю тебе, не изыдеши оттуду, донди же воздася последний кадрат. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 10 марта. В этот день мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 5 главу, с 20 по 26 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону, а кто же скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда прийди и принеси дар твой. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим и читаем мы с вами. Мы продолжаем чтение пятой главы Евангелия от Матфея на горной проповеди. И вот в сегодняшний день, в сегодняшний евангельский отрывок начинается с очень важных слов для нас. Итак, Господь, обращаясь к своим ученикам, и каждому из нас говорит, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, в чем же вот эта праведность книжников и фарисеев? И почему наша праведность и наше, скажем так, внутреннее устроение должно быть намного выше для того, чтобы открылись для нас двери Царства Небесного? Все мы с вами хорошо помним те яркие примеры, те яркие эпизоды, те яркие иллюстрации вот этой, скажем так, мнимой праведности фарисейской и праведности книжников. Здесь мы с вами сможем вспомнить вот самый, может быть, негативный пример такой проявления вот всего существа фарисейского, и, к слову сказать, само это слово «фарисей» становится нарицательным, и оно обозначает некого лицемера человека, который под внешним, вот приятным скрывает что-то глубокое, внутреннее противоречащее тому, что он из себя строит или показывает. Так вот, наверное, самый такой негативный пример фарисейского поведения мы встречаем вот в этой замечательной и всем нам хорошо известной притче, которая, к слову сказать, является притчей и темой подготовительных недель к Великому посту, которую мы с вами, я надеюсь, помним. Это притча о мытаре и фарисее. И вот здесь фарисей по-настоящему нам представляется вот таким псевдоправедником, праведником, который думает, в первую очередь, о самом себе, какой же я хороший. И вот от такой-то как раз-таки нас праведности и предостерегает Господь. Наша праведность заключается не во внешних, как бы казалось нам, добрых поступках, о которых бы я хорошо рассуждал, но праведность, в первую очередь, заключается во всем внутреннем существе. Итак, наше внутреннее состояние определяет внешнюю нашу жизнь, а не наоборот. Вот в этом отношении фарисеи ведут себя совершенно по-другому. В сердце их живет настоящая гордость. И вот своим, как бы казалось бы, может быть и добрым делом исполнения всех тонкостей и мелочей закона, они подвергают свою душу погибели, потому что в их сердце проникает тщеславие, гордость, в их сердце проникают другие чувства, которыми и страсти, за которыми они следуют. И эти страсти их очень высоко возносят над другими людьми. Но, как мы с вами помним, из слов Евангелия, из слов самого Христа, тот, кто себя возносит, тот упадет, а тот, напротив, кто себя смиряет, тот вознесен будет. Вот такой жизненный принцип мы видим. И на самом деле этот принцип очень хорошо работает в нашей с вами жизни. Для того, чтобы достичь царства небесного, нужно смириться. И это первая ступень к тому, чтобы идти к Богу. Вот еще и еще раз вспоминаем слова Нагорной проповеди, вот тех заповедей блаженств, которыми обращается Господь к людям, к своим ученикам. Господь говорит в первой заповеди, блаженный нищий духом. Что же это за нищета? Мы с вами не раз говорили, что это признание своего несовершенства. А это есть не что иное, как первая, что ли, ступенька вот этого смирения перед Богом. Блаженный нищий духом, потому что таковых есть царство небесного. Двери царства небесного очень узкие, как мы с вами знаем, но они еще и очень низкие. И для того, чтобы туда проникнуть и войти, нужно очень низко наклониться. Но не всякий, к сожалению, способен это сделать. И вот здесь во многом играет наша гордость и наше «я», которое живет внутри нас, и которое постоянно подпитывается тем, что нас окружает. Итак, далее Господь в 21 стихе говорит. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Итак, убийство есть страшный грех и наказание за него тоже, соответственно, следующее. Вот как мы здесь с вами слышим. И в дикологии Моисеева эта заповедь очень четко ясна и прописана. «Не убей». «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брат своего напрасно, подлежит суду». Итак, далее Господь говорит, что не просто убийство есть грех, но и всякое раздражение и всякая злоба на ближнего своего есть уже начало греха. Есть уже то, что подлежит суду. Всякий, кто скажет братцу ему рака, подлежит синдриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, ну вот это слово рака, оно вообще как бы не переводится на русский язык, славянский. Его обычно переводят так, как человек недалекий, или вообще в целом вот это вот выражение или слово может обозначать некое такое высокомерное презрение. То есть вот если ты выражаешь такое презрение к окружающему тебя человеку, окружающим тебя людям, ты достоин по-настоящему уже суда и наказания. А если еще и скажешь безумный, то достоин гиене огненной. Почему так? То есть здесь Господь уже нам указывает, что не сам факт греха страшен, но еще и то, что живет в нашем сердце. И вот не случайно самый этот евангельский отрывок начинает с слов, что если ваша праведность не будет выше праведности фарисеев и книжников, то есть в их сердце по-настоящему жило вот это высокомерное презрение к окружающим людям. И вот если и тогда, когда это презрение в нашем сердце есть или в сердце кого бы то ни было человека, внешнее благое дело, внешняя добродетель, она оказывается не спасительной. То есть если вот сейчас мы внешне кажемся, в общем-то, людьми, может быть, или совершаем какие-то добродетели добрыми, хорошими, но в нашем сердце живет ненависть, злоба. Если мы людей за людей не считаем и ко всем относимся как к собакам и свиньям, как к язычникам, ну вот если взять такой образ и пример евангельский, то мы с вами, для нас Царство Небесное будет закрыто, и оно закрыто для нас. И мы вообще идем путем погибельным, путем смерти. И вот это очень страшно, когда вот эта такая двуличность происходит в нашей особенно духовной христианской жизни. И от этого нас Господь всегда предостерегает, вот особенно здесь. Далее, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой. Итак, опять же, Бог принимает нашу жертву тогда, когда в нашем сердце находится мир и покой. Не случайно вот и перед днями Великого Поста совершается вот это великое действие, которое мы называем прощенным воскресением. Очень важно перед началом вот этого дела, этого богоугодного дела, чтобы в нашем сердце находился и царил настоящий мир со своим ближним. Если с ближним есть раздражение, ненависть, злоба, это опять же, вот наши подвиги, они не принесут, условно говоря, подвиги, не принесут вот того плода, которого мы бы хотели. Ну и в конце, с 25 по 26 стих Господь приводит нам очень простую притчу. «Берись с соперником твоим, и пока идешь по пути с ним, чтобы судья не отдал тебя слуге, который бы не отправил тебя в темницу». Ну такой вообще опыт мог быть, когда истец, и подсудимый, скажем так, могли идти вместе. Может быть, здесь какие-то были тяжбы, связанные с долгами. Но вот Господь говорит, что ты примирись быстрее по пути, ибо, скорее всего, твоя позиция невыгодная. И, естественно, тогда ты будешь брошен в темницу и будешь там, и не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. А как ты отдашь кадрант, если ты находишься в темнице? Вот поэтому мы всегда должны помнить о том, что в нашем сердце должен находиться мир, и тогда это для нас, и наша добродетельная жизнь будет приносить нам пользу, и очень хорошие, очень приятные плоды, и тогда и для Царства Небесного мы будем настоящими друзьями, настоящими гражданами Царства Небесного. Если же напротив в нашем сердце есть ненависть и злоба, тогда наша праведность оказывается не выше праведности книжников и фарисеев. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. И сегодняшний день, читая мы с вами, мы читали Евангелие от Матфея, 5 главу, с 20 по 26 стих. А я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok